20 мурманских контрактников пожаловались в президентский совет РФ по правам человека, что их насильно отправляют воевать в Украину. Член СПЧ Сергей Кривенко встретился с солдатами в Мурманской области. Они заявили, что недавно были переведены на полигон, расположенный примерно в сотне километров от их части. Их стали готовить по другим военно-учетным специальностям, обычными стрелками и так далее, сообщил Кривенко. Командир их части поставил подчиненных перед фактом, что они отправляются в командировку в Ростовскую область, где, возможно, будут переходить границу для выполнения боевых приказов. Когда солдаты поинтересовались о законности таких действий, офицер начал говорить о патриотических вещах, что там идет война, что нужно помогать, нужно защищать русских людей, которые гибнут под бомбами украинцев. За отказ от поездки командир пригрозил увольнением. По данным Кривенко, в Мурманскую область для разбирательства отправилась комиссия Министерства обороны. Ранее срочники той же части отказались подписывать контракты и отправляться на войну в Украину. РФ официально подтвердила свое участие в войне на востоке Украины. Важную деталь в Минских соглашениях заметил профессор Таллинского технического университета Евген Цибуленко. Среди документов, подписанных в Минске 12 февраля, есть и комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Пункт 2 этого документа гласит. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равное расстояние в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 километров друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 миллиметров и более, зоны безопасности шириной 70 километров для РСЗО и шириной 140 километров для РСЗО Торнадо-С, Ураган, Смерч и тактических ракетных систем .У. Что используется на фронте, то и перечислили. Самое интересное, что комплексов РСЗО Торнадо-С нет ни у кого в мире, кроме России. Таким образом, если в конфликте применяется Торнадо-С, то они могли поступить только из Российской Федерации. Эти комплексы поступили на вооружение армии РФ в 2012 году, и их не продавали за рубеж. Торнадо-С составит основу будущего технопарка ракетных войск и артиллерий. По боевой эффективности Торнадо превосходит своего предшественника систему залпового огня Смерч в три раза. Торнадо-С – это разновидность Смерча, но уже с системы наведения, так сказать, спутника системы наведения. Ну и с повышенной дальностью, так сказать, полета, так сказать. Ну и, соответственно, с более могущественной боевой частью. 10 февраля вблизи Каменс-Шахтинского в Ростовской области был задержан КАМАЗ, в котором находились украинские боевики. Об этом сообщила газета «Наше время». Дорогу КАМАЗу перекрыли российские БТРы. По тревоге были подняты полиция, размещенный в Каменске инженерный полк, военнослужащие внутренних войск. Огнестрельное ранение получил один из находившихся в КАМАЗе бойцов. В отделе МВД России по городу Каменс-Шахтинскому сообщили, что все происходящее – учение. На следующий день ситуация прояснилась. Раненый в Каменс-Шахтинском украинский боевик оказался жителем Владикавказа. Как рассказал главврач Каменской горбольницы Андрей Лиманов, человеком, который был доставлен в больницу в камуфляже, уже занимается следком и ФСБ. Всю ночь с ним находилась охрана. Врач добавил, что ему звонит масса обеспокоенных людей, которые спрашивают о боях и большом количестве раненых. Но такие сведения он отрицает. История с КАМАЗом и украинскими боевиками – это абсолютная чушь. Никаких там украинских боевиков и близко не было. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Командовать парадом буду я!